Я думаю, что Раби Каханы прав, что если бы все знали, в чем истина, и согласились с ней, необходимость демократии бы отпала. Но именно потому, что мы не знаем, в чем истина, как однажды сказал Уинстон Черчилль, демократия, возможно, худшая из всех систем, кроме тех, что мы перепробовали. Я думаю, что Раби Каханы обратился в Западный суд с гарвардскими адвокатами и ленистами, чтобы получить судебный запрет, апеллируя к принципам Томаса Джефферсона, потому что принципы еврейского закона не позволили бы ему получить нужное судебное определение. В вашем деле я настроен оптимистично, Раби. Я хорошо знаю этих судей, и я думаю, вы выиграете дело, потому что Израиль – это энергичная демократия, которая верит в право каждого на свободу слова и передвижения, в том числе и для вас. Но не дай Бог, чтобы в этом суде оказались вы, люди типа вас. Несмотря на то, что вы отвешиваете поклоны демократии, вы сначала собираетесь лишить прав арабов, после чего, я уверен, вы лишите прав и евреев, с которыми вы не согласны. Потому что вы собираетесь запретить баллотироваться евреям, программа которых предполагает поддержку ОООП. Вы готовы лишить евреев демократических прав, и если бы к вам применили ваши же принципы, вы бы сегодня сидели в одной тюрьме с тем террористом, который реализовал ваши декларации. Вы бы вместе с ним ожидали справедливого решения суда, которое будет справедливым только по демократическому закону, но не по еврейскому. Раз речь зашла о демократии, профессор Дершитц, как бы вы ответили на вопрос Рабика Ханы? Теоретически, если арабы станут в Израиле большинством, дадите ли вы им право демократическим и мирным путем проголосовать за то, чтобы Израиль стал 23-м арабским государством? Не обязательно даже доходить до этой ситуации. Что если евреи решать демократическим путем проголосовать против тех принципов, которые Рабика Ханы считает священными? Что если евреи завтра отменят закон о возвращении? Я был бы против этого. Я чувствую, что закон о возвращении крайне нужен Израилю. Это историческая необходимость. Само существование еврейского государства – это историческая необходимость. Все, кто читают о притеснении евреев в Америке, Канаде, вообще на Западе, понимают, что Холокост не мог стать делом одних только рук Адольфа Гитлера и нацистов. Холокост – это ответственность Америки, Канады, Южной Америки, Европы, арабских стран. И пусть ни один араб не пытается увильнуть от ответственности, потому что главный муфтий Иерусалима провел те годы именно в гитлеровской Германии. Когда мы узнаем о том, что арабы пытались уничтожить евреев, пусть никто не отрицает свою ответственность за Холокост. Мы ждем, чтобы Израиль стал местом, где любой еврей и нееврей сможет найти приют. Однако Израиль – это демократия. И если Рабика Ханны и я не сможем вместе убедить евреев сохранить закон о возвращении, значит, мы проиграли нашу битву за демократию. Вопрос Рабика Ханны не нов. Я слышал его много-много лет назад. От людей, которые говорили так, что если коммунисты придут к власти в Соединенных Штатах и демократическим путем отменят свободу слова. Мы должны бороться против этого. Есть рост арабского населения, но одновременно есть и рост еврейского населения. Стало быть, надо увеличивать Алию, надо попытаться открыть шлюзы в Советском Союзе, надо добиться доставки в Израиль эфиопских евреев. Если арабы побьют нас числом, то мы никак не сможем побить их моральным превосходством. Как Рабика Ханны собирается сохранить преимущество вопреки демографии? Мы должны бороться за это. Мы должны отнестись к этому как к вызову. Но давайте не будем брать на вооружение ошибочную альтернативу. Давайте не будем действовать недемократическими методами. Выселение, экспроприация имущества, депортация, чтобы сохранить демократический и еврейский характер Израиля. Я уверен, что в 21 веке Израиль будет жизнеспособным еврейским государством, потому что это жизнеспособное демократическое государство. Величайшей опасностью для еврейского характера Израиля являются экстремистские методы Рабика Ханны, его определение еврейства в таких терминах, которые вынудят уехать из страны многих людей. Если Рабика Ханна объявит преступлением, а не просто грехом, несоблюдение евреям Галлахи, то поток людей, переезжающих из Израиля в США и другие страны, увеличится в разы. Нужно увеличить население Израиля, но чтобы это сделать, нужно открыть двери, а не закрыть. Нужно сделать Израиль приемлемым местом для людей со всего мира, принять и демократический характер страны, и еврейский. Вот в чем вызов. Но нельзя брать на вооружение ложную дихотомию, которую предлагает Рабика Ханна. Это не ответ. Если честно, я удручен. Доктор Дершевиц говорил в 4 минуты и так и не ответил на вопрос. Вопрос не в том, вызов это или не вызов. Конечно, это вызов, согласен. Вопрос в том, что если предположить, что арабы нас победят, Готовы ли вы это принять? Вопрос в том, есть ли у них право победить евреев теоретически. В демократии, конечно, у них есть такое право. В сионизме, не религиозном сионизме, а сионизме человека по имени Герцель, написавшего книгу под названием «Еврейское государство», конечно, у них этого права нет. Они говорят об Алии. Представляю себе, как все гарвардские преподаватели завтра утром совершат Алию. Как просто говорить об Алии, когда нет ни малейшего желания осуществить ее? Евреи покидают Израиль по многим причинам, и уж точно не из-за Каханы. Евреи, лос-анжелесские, израильтяне уехали не из-за Каханы. Израильтяне в Бостоне и Нью-Йорке уехали не из-за Каханы. У нас проблемы, огромные проблемы. Но это не ответ. Сказать «это вызов», нам нужно найти ответы, но если мы их не найдем, ну что же, очень жаль. Ну так вот, не жаль. Я не готов отдать свое государство арабам. И я думаю, что проблема именно в этом. Мы должны посмотреть ей в глаза. И ответ может быть только один. Задолго до того, как арабы станут большинством, как вы думаете, что будет, когда арабской станет треть Кнессета? Забудем о большинстве. Одна треть Кнессета у арабов. Как вы думаете, сколько арабов будет заседать в Комитете по обороне и безопасности и заслушивать секретный доклад начальника Генштаба? Вот он, предупреждает арабов. Пожалуйста, не выносите из этой комнаты ни слова. И они отвечают, честное слово пионера. Никому не расскажем. Что произойдет? В Галилее уже сегодня арабское большинство. В Малом Треугольнике в Иудее уже арабское большинство. В Хайдейре уже сегодня арабское большинство. Акку станет арабским городом через пять лет. И Яфа, и Рамле, и Лот. Мы здесь ведем разговоры о теории. А я говорю о практике. И еще момент. Холокост. Когда люди говорят, виноваты арабы, виноваты британцы, Папа Римский, меня тошнит от этого. Я устал слушать, как евреи рассуждают, какие бы еще народы обвинить в Холокосте. От народов я бы не ждал ничего другого. А вот кого действительно нужно винить, так это еврейских лидеров.